Теперь давайте научимся искать решение такого уравнения. Итак, пускай у нас имеется уравнение вида х. 2 штриха плюс омега с ноликом в квадрате х равно 0. Уравнение колебаний гармонических. Давайте поймем, почему они гармонические. Обычно в дифференциальных уравнениях ищут решение так. Пытаются его угадать, а в том случае, дальше угадывая это решение, подставляют его в уравнение. Если догадка верна, то мы находим решение. Если догадка не верна, то пытаются угадать решение, но в каком-то другом виде. Итак, давайте попробуем искать решение уравнения в виде некоторой функции, которая должна давать нам ту же самую функцию. Смотрите, вот у нас есть х. Нужно, чтобы вторая производная от х давала нам тоже х, но с обратным знаком. Такая функция – это любая из пары, либо синус, либо косинус. Давайте искать решение в виде х равно какого-то коэффициента а. Например, синус. Не знаем какой-то коэффициент, но давайте напишем его. А, b, а маленькая, а у нас есть. Сейчас, синус, например, каппа умножить на время. Предположим так. Каппа t. Давайте подставим вот это решение, попытку подставить это решение сюда. Найдем производную от х. Х' будет равно а каппа синус, производная от синуса косинус, косинус каппа t. Давайте найдем вторую производную. Х' равно а каппа квадрат, производная от синуса косинуса, а производная от косинуса – это минус синус. И когда мы берем производную, коэффициент при времени у нас вылезает наружу, поскольку это сложная функция. Будет а каппа квадрат на минус синус, минус вынесем наружу, на синус каппа t. Подставим это и это сюда. Получим минус а каппа квадрат синус каппа t плюс омега с ноликом в квадрате синус омега 0t равно 0. Это уравнение должно иметь решение при любом t, то есть оно должно быть справедливо при любом t. Да, еще я забыл здесь a подставить. Поскольку t любое, то равенство синусов будет достигнуто только при каппа равном омега с ноликом. Коэффициенты a здесь сокращаются, поэтому коэффициент a может быть любым. a любой. Ну и если мы посмотрим на каппа квадрат и омега с ноликом в квадрат, действительно опять у нас получилось тождество. То есть если каппа равно омега с ноликом, мы получаем решение данного вот такого вот уравнения. Таким образом, x равно a синус омега 0t. Точно такую же операцию мы могли бы проделать, написав, что x равно a косинус каппа t, взяв производную и подставив сюда. Точно так же мы бы получили тождество. То есть можно написать, что x равно b косинус омега 0t также является решением вот этого уравнения. Вначале. Каждая из них является решением, значит их сумма, поставленная сюда, также будет давать решение. Значит, в общем виде можно написать, что x равно a косинус омега 0t плюс b синус омега 0t. Такую вот запись сумму синусов и косинусов одного и того же аргумента с различными коэффициентами a и b можно преобразовать, вынеся корень квадратный из a квадрата плюс b квадрата. За скобку. А в скобках останется a делить на корень из a квадрат плюс b квадрат на косинус омега 0t плюс b на корень из a квадрат плюс b квадрат на синус омега 0t. Но можно заметить, что если возвести в квадрат вот эти две величины и сложить, то в числителе будет a квадрат плюс b квадрат, а в знаменателе также будет a квадрат плюс b квадрат. То есть сумма квадратов этих двух величин равна единице. Ну и значит мы можем назвать одну из них величиной, ну скажем, синусом или косинусом какого-то угла фи 0. А другую, соответственно, второй, косинусом или синусом этого же угла фи 0. Потому что мы будем удовлетворять основному тригонометическому тождеству. Синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице. Ну давайте введем... Введем такую запись. Предположим, что у нас вот это синус какого-то угла, синус фи 0, а это косинус фи 0. Даже, может быть, более удобно было бы назвать вот так. Минус синус фи 0. То есть фи 0, предположим, у нас отрицательное. Тогда в скобках будет косинус суммы, то есть косинус, косинус, минус, синус, синус. И мы получим, что это корень квадратный из а квадрат плюс b квадрат на косинус омега t 0t плюс фи 0. Если бы мы назвали эти величины по-другому, например, первую бы обозначили синусом какого-то угла, а вторую бы обозначили косинусом, то здесь в скобках стояло бы синус на косинус плюс косинус на синус, было бы синус суммы. И тогда можно было бы записать это уравнение чуть-чуть иначе. То есть можно было бы написать, что х равно корень из а квадрат плюс b квадрат умножить на синус омега t 0t плюс какой-то фи 1. Если фи 0 здесь определялся бы как, например, отношение синус фи 0 к косинусу фи 0 был бы тангенс, тангенс фи 0 был бы равен отношению минус b делить на а, то в случае фи 1, тангенс фи 1 давал бы нам, здесь был бы косинус, а здесь синус, был бы равен просто а делить на b. Тангенс фи 1 равен а делить на b. Любая из этих записей, вот такая, или же вот такая, дает нам общее решение уравнения гармонических колебаний. Корень квадратный за квадрат плюс b квадрат, естественно, назвать какой-то новой буквой, сказать, что это какой-то c, то есть x будет равно c, ну, например, так, синус омега 0t плюс и 5. c называется амплитудой колебаний. Принято брать амплитуду положительной величиной, хотя, если мы ее запишем со знаком минус, это просто будет означать, что у нас фаза имеет дополнительное слагаемое в пи пополам. И то, что вот у нас вот здесь вот внутри, мы назовем фазой колебания фи. То есть фи, она будет равно омега 0t плюс и 1.